Я понял наш недостаток. Дожили. Лукашенко заболел. Все, труба. Завтра умру. Чего это он так радостно прощается с жизнью? Я носитель этого хорошего вируса. Коронавирус или зрение? Что больше беспокоит Лукашенко? Тут даже в очках не увидишь, но тем не менее я вам прочитаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? Я тоже не вижу. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Лежим, 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 лежим. Какие цифры скрывают в Беларуси? Ахтунг, ахтунг. Я к этому не готов. Вот только за понедельник, да, там более 10 докторов. Это жуть. И к чему приводит пренебрежительное отношение к смертельно опасному вирусу? Если люди будут соблюдать все, что им говорит президент, то значит и будут все живы и здоровы. Умирай под забором. Что будет дальше? Завтра введем военных, ОМОНовцев мобилизуем. В течение суток никого не будет на улице, это вам гарантируют. По пропускам будем из дома выпускать. Что правда, а что хайп? Утюг включишь, коронавирус. Чайник включил, коронавирус. Телевизор включил, коронавирус. Интернет, коронавирус. Хайпуют на этой теме. Все самое важное и интересное за последнее время. Прямо сейчас. А самое актуальное и эксклюзивное постоянно в телеграм-канале Нехта. Коронавирус. 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 Мир продолжает сражаться с коронавирусом. Почти половина населения Земли находится на карантине. Кто-то умирает дома от скуки, а кто-то по-настоящему. Более двух миллионов зараженных и 120 тысяч смертей. Летальность в 20, а где-то и в 30 раз выше, чем при гриппе. Одна за одной страны без войны оказались охваченными пандемией. А перегруженные системы здравоохранения в эпицентрах распространения вируса в прямом смысле не выдерживали. Время поистине историческое. Всего лишь за два месяца COVID-19 обошел по смертности эпидемию холеры 2010-го, а за 90 дней оторвался далеко вперед от всех других смертельных болезней этого века вместе взятых. Пока непонятно, что пострадает больше – люди или их деньги. МВФ прогнозирует крупнейший за 100 лет обвал всей мировой экономики. Эксперты предрекли потерю работы для 25 миллионов человек. Больше всего повезло тем, кто может работать на удаленке. Но все эти жертвы вынужденные. Самым эффективным способом борьбы с вирусом Всемирная организация здравоохранения считает большое количество тестов, карантина и самоизоляцию. Планета заметно изменилась. Улицы городов опустели, а вот так, к примеру, снизилось количество перелетов в мире по сравнению с прошлым годом. Жесткие ограничительные меры уже дали первые результаты. Во многих европейских странах замедлился рост числа заражений и смертей. Наши меры были жестче, чем в других странах. И приняли мы их быстрее. Поэтому худшего сценария нам пока удалось избежать. Источник заражения китайский Ухань на днях ярко отпраздновал окончание 76-дневного карантина. Теперь там снова можно есть летучих мышей, змей и крыс. Тем не менее, общая мировая тенденция пока не сломлена. Количество заражений продолжает расти. Коронавирус не щадит никого. А Беларусь рискует поистине об***аться с выбранной стратегией борьбы. При более чем трех тысячах зарегистрированных случаев COVID-19 здесь по-прежнему нет никакого карантина. Границы открыты, студенты ходят на пары, люди как ни в чем не бывало гуляют по улицам, толпятся и целуют кресты на вербное воскресенье. Футболисты играют в футбол, военные готовятся к параду. Сейчас в информационной повестке Беларуси тема войны с коронавирусом вытесняет более значимая тема. Подготовка к празднованию юбилея Великой Победы. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. И капитан не видит необходимости менять курс. Тогда, когда не надо, наша страна стала внезапно самой либеральной в Европе. Как нас учили в советские времена, если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделаете наоборот. И Лукашенко делает наоборот. Вопреки всем рекомендациям медиков и здравому смыслу, советует лечиться водкой, баней, хоккеем и гарью костра. Здорово жить! Мойте руки, меньше обнимайтесь на улице с незнакомыми людьми. Вот единственное, что от беларусов требуется. Здорово жить! Трактор вылечит всех, полю всех лечит. Сегодня сходите в сауну сухую. Этот вирус при плюс 60 не выдерживает. Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 грамм, в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед. Холодильник – это антивирусное лекарство, самое настоящее. Надо, чтобы проветренное помещение было, надо, чтобы на свежем воздухе и прочее. Надо у костра посидеть, погреться, подышать этим дымом, гарью и прочее. Сливочное масло надо сейчас есть. Кажется, жиры помогают легким бороться с вирусами. Там козлочки. И вот маленькие козлочки, как снег. Все беленькие-маленькие, белые-белые, вот как халат. Это отдушина. А ты говоришь, коронавирус, коронавирус. Вот лечение от вируса. Способов лечения с каждым днем все больше. Однако количество инфицированных растет быстрее. Отправиться лечить больных готов и сам Лукашенко. Только ты мне скажи, что я там должен делать. Я могу держать, носить, поднимать кого-то. А ты уже будешь там колоть или, не знаю что, трубку в горло засовывать. Некоторые люди уже напряглись. Надеюсь, до этого не дойдет, чтобы сам пошел в больнице и помогал нашим больным. Не спец, не инфекционист. Какой он лекарь, какой он руководитель, какой он президент. Однако кое-кто все же готов пожертвовать собой для будущего страны. Более трех сотен медиков в Беларуси уже подхватили за разу. А у Лукашенко сейчас как раз наиболее подходящий возраст. Ездит по стране, играет в хоккей, здоровается за руку, прикасается к лицу и в упор не видит вирусов. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. В Чернобыле и Припяти радиации, к слову, тоже не было видно. Врачам приказывали ставить диагноз вегетососудистая дистония и ОРЗ вместо лучевой болезни. Об этом все узнают. Постойте. Об этом услышат, вы понимаете? Все услышат. И что же, все услышат? Впрочем, надежды на светлое будущее у беларусов все же есть. 30 человек из администрации президента на днях были госпитализированы с подозрением на коронавирус. И в этом вот зале я убежден, что возможно кто-то переносит этот коронавирус. Может и я. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал теста. Вот клянусь перед Господом, перед Пасхой, я ни разу не проверялся на... Потому что нет необходимости. Если бы были какие-то симптомы, я бы ему сразу позвонил, уже бы ко мне прислал кого-нибудь или сам бы уже там во рту поковарался. Вы уже, наверное, все переболели этим коронавирусом. Дай бог, конечно, чтобы переболели. Когда 60% переболеет, выработается иммунитет и забудем про этот коронавирус. Я не делал анализы на коронавирус. Может, тоже переболел. Не могу понять, вы либо совсем тупой, либо сильно умный. Но не стоит быть излишне наивными. Все чиновники перед визитом у Лукашенко в обязательном порядке сдают тест на COVID-19. Отсюда и излишняя самоуверенность и показушное бравирование. Я живу той же жизнью, что и жил. Никуда не прячусь, особых мер безопасности даже в резиденции. Ну, руки, говорят, моют там. Категорически я запретил, кто бы ни приходил. Но реальность, увы, в очередной раз слишком далека от воспаленной фантазии шкловского колхозника. Люди продолжают умирать от бездействия властей. К счастью, Лукашенко быстро находит виновных. Это сами люди. А как можно жить 135 килограмм весом? Сердце почти не работает. Это болит, то болит целый букет болезней. А вот если бы он хотя бы на улицу выходил, дышал свежим воздухом. Надо на улице выходить, надо продышаться. То тоже бы умер. Ну, мы же просили. Ну, ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, тем более работаешь. А вот если бы дымом и водкой лечился, точно бы жив остался. Лечимся по рецепту Григоровича. 50 грамм сейчас выпью, чекайте. Или нет. Меньше пить, не курить, не дай бог. Идиоты полные, кто курит. Но если бы он был в маске, точно бы не заболел. Слушайте, маску эту несчастную не можем шить. Ну, ладно, не для врачей, но для населения в этих аптеках. Они же идут шерфами, закрываются. Погодите-ка, так ведь еще совсем недавно их девать было некуда. Вчера мне премьер докладывает, что делать. Некуда маски девать. Вот и приходится белорусам свои маски изобретать. Виновных во всем этом бардаке еще нет, а вот наказание для них уже есть. Я не знаю, обещал мне ты. А кто тебе обещал, вот возьми его, без маски, в палату коронавирусную положи туда. Людей в палатах, к слову, все больше, хотя пик наблюдался еще 31 марта. Мы сейчас, это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости, мы находимся на пике. А оказалось, что это ощущения Лукашенко тогда были на пике, точеной. Ведь до пика еще далеко, а вот пике куда ближе. В принятии неизбежного он прошел уже три из пяти стадий. Началось все с резкого отрицания. Психопатия началась. Это вот какой-то психический дом устроили из планеты. Негодование нарастало, и отрицание сменилось гневом. Как у нас тут разглагольствуют кругом. Карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? Странно, что Беларусь еще до сих пор не последовала примеру Туркменистана, где слово коронавирус просто запретили, убрали из СМИ информационных брошюр. Более того, за ношение масок в публичных местах и разговоры о пандемии там могут даже арестовать. Лукашенко идет другим путем и незаметно для себя оказывается уже на стадии торга. Беларусь – это живой памятник той страшной войне. У нас каждый третий человек погиб, и калеками море вернулось домой людей. Мы пережили очень много. Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса. Мы уже свое население потеряли. У нас страна красивая, чистая, аккуратная. И это тоже влияет на вот эту вирусную разную ситуацию. Я молю Бога каждое утро, если он есть, он меня слышит, чтобы мы и дальше, вот как сегодня, так вот прошли этот период с этими вирусами. Заставь православного атеиста Богу молиться лоб расшибет. Впрочем, какие-либо жизненно важные органы там вряд ли будут задеты. Ведь даже сейчас пустое пространство там заполняют мысли о скором параде по случаю великой победы в Великой Отечественной. Вооруженные силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял. По всей видимости, стадия депрессии уже все ближе. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Публично. Это мое твердое убеждение. А за ней и принятие. Во всяком случае, некоторые меры в Беларуси уже начали принимать. Во-первых, на государственном телевидении появилась вот такая вот жесточайшая соцреклама. Будь здоровы, внученька. Спасибо, бабушка. Оградите пожилых людей от прямого контакта с детьми. Гречки нет. Масок не хватает. Лимоны подорожали. Все, Семеновна, нам скоро всем пить. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Во-вторых, правительство выделило на борьбу с коронавирусом аж целых 900 тысяч долларов. То есть примерно по 10 центов на человека. Пресловутый гомельский туалет стоил столько же. Для сравнения, правительство США выделило почти полтора миллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Беларуси. А новое и очень нужное здание Верховного суда в Минске стоило 82 миллиона долларов. Европейские игры обошлись бюджету на сумму в 420 миллионов. Лживые госсми в этом году 85 миллионов. Импорт картофеля Карл 4,3 миллиона долларов. Флагшток в Гомеле 700 тысяч долларов. Обязательно надо тратить бешеные деньги, как будто у них огромное количество денег. Пока Европарламент предоставляет свои здания под нужды борьбы с коронавирусом, в Беларуси простаивают 18 резиденций, а за помощью приходится обращаться к ЕС. Логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о доп. средствах специально для финансирования наиболее срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального коронакризиса. Причем помочь просят отнюдь не тракторами, козочками и водкой, а реальными деньгами. Где же тот самый пресловутый резервный фонд президента? Для сравнения, Индия выделила 22 миллиарда, а Сингапур – 33 миллиарда долларов на помощь пострадавшим от коронавируса. Минздрав Беларуси открыл благотворительный счет, правда, перед этим уже самоорганизовались сами люди. Более 100 тысяч долларов народных пожертвований на маски, респираторы, защитные костюмы и еду для медиков удалось собрать всего за полторы недели. Я не знаю, откуда команда «Байковид» достает респираторы, которых уже две недели в Беларуси, по сути, нет. Как они оперативно разводят с остальным, то есть это огромная, это феноменальная работа. И я, когда вижу такие случаи, я всегда понимаю, что, как говорится, беларусь живет и будет жить. На борьбу с коронавирусом мобилизовано более 25 тысяч медиков. Правда, зачастую им самим нужна помощь. Точные цифры я вам не могу назвать, да, но вот только за понедельник, да, там более 10 докторов у нас легло. Только за понедельник. Несколько медиков уже умерло. Достоверно известно о летальных случаях в Витебске и Борисове. Точное количество погибших Минздрав скрывает. Я вам должна сказать, что медицинские работники есть и в Витебске, и в Минске действительно зараженные коронавирусной инфекцией. Это действительно есть. А среди у наших? Есть. Сколько? Я не буду говорить цифры, я вам еще раз говорю. Вот что, вот что, кому эта информация что даст? Скажите, пожалуйста. Кому она что даст? Скрыта от людей точная статистика по областям. Карта с сайта Белты исчезла сразу же после отъезда из страны представителей ВОЗ. Причем даже обл. исполкомы сначала называли одни цифры. Коронавирусом 41 человек. А Минздрав публиковал совершенно другие заниженные данные. Если вообще публиковал статистика от Белорусского министерства здравоохранения, это когда умерших записывают выписанных по принципу больному стало легче, он перестал дышать. А подсчитать точное количество больных и вовсе задача из ряда вон выходящая. Доверия к Минздраву нет даже у самих врачей. Многие случаи потенциального коронавируса действительно оформляются как двусторонняя пневмония. Не будем там изображать из себя потерянную невинность. Статистика Белоруссии всегда она делается ну таким образом своеобразным. Коронавирус вызывает пневмонию. Так называемый коронавирус недостаточно характерный. Тем не менее это пневмония. Записать, конечно, можно и так, закодировать, но при наличии положительных мазков, конечно, это делать, наверное, не очень правильно. Но если мазки не брались, то доказать, что это была именно коронавирусная пневмония, ну тоже нельзя. А в одном лишь Витебске сейчас только официально около тысячи пневмоний. Но Минздрав спокоен как удав, ведь есть этому объяснение. Просто Витебск, крупность у нас всегда, я говорю, она по климату другая. А главный эпидемиолог тем временем ждет Пасхи. Я молю Бога, чтобы до Пасхи мы вот так вот спокойно прошли этот период. Выдержим до православной Пасхи, значит жить будем. Правда, пик, по заявлению министра здравоохранения, ожидается лишь к концу апреля. Сейчас главное, чтобы не было лавинообразного роста. Не потому что у нас катастрофа. Слава Богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней. А вот так выглядит график роста заболеваемости. Здесь Лукашенко говорит про отсутствие лавины, а здесь, по его мнению, находился пик. У России проблемы две. Дураки и дороги. У нас занадто лепи. У нас дураки, якие показывают дорогу. И созывают совещание с медиками не для того, чтобы посоветоваться, а для того, чтобы посоветовать. Скажу честно, министр здравоохранения говорил, давайте фронтом. А фронтом не получится, дорогие мои. Фронта не получится, потому что мы в другой ситуации. Поэтому медики обращаются к людям сами. Для некоторых людей заболевание может быть более опасным и может стать смертельным. Это люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и медицинские работники. Не лазьте вы по этим гиперцентрам, дискотекам, барам, ресторанам. Я понимаю, что очень сложно усидеть. Но пока это все не прекратится, пока мы осознанно не начнем соблюдать меры предосторожности, мы будем возить и уровневых, и зараженных. Мы будем возить своих коллег, которые работают в отделении. Помогите, пожалуйста, нам, чтобы нас могли помочь тем, кому нужны. Остановить цепь заражения гораздо проще, чем кажется. Наглядно демонстрируют различные показательные ролики. Наглядно демонстрируют различные ролики. Поверхности могут служить источником заражения. Используйте бумажные салфетки или влажные салфетки. Но самое важное – мыть руки. Остановим цепь заражения. Правда, в большинстве своем белорусы наплевательски относятся и к советам медиков, и к примеру других стран. По индексу самоизоляции от Яндекса мы занимаем последние места. Кое-где на людей в масках по-прежнему смотрят косо. К вам люди приходят, обращаются, а у вас люди без масок сидят. Ну какая разница вам, с масками, с масками. О, бачите, что? А если кого-то и проверяют на входе в госучреждение, то только по передовому примеру тестирования одной из региональных поликлиник. Ну или по ладоням, как в Минском лингвогуманитарном колледже. Кто-то борется с болезнью с помощью выдуманных блокираторов вируса. Друзья, начали спрашивать, что за пропуск у меня висит на шее. Это блокатор вирусов, действует на несколько метров. Также такие есть и для помещений. Очень сложно найти, практически невозможно. А кто-то надеется на помощь Всевышнего. Города окропляют не только с земли, но и с воздуха. Дойдем до Витебска, потом до границы с Лидвой. И потом уже будем брать путь на городу посадки и вылет в наш Минск. Короче говоря, ситуация в Беларуси находится под контролем. Ситуация контролируется, ситуация стабильная. Все хорошо, все в абсолютной безопасности. Никакой паники нет. По числу заболевших Беларусь уже догоняет 40-миллионную Украину. А по темпу роста новых случаев плюс 15-20% ежедневно и вовсе среди мировых лидеров. Отсюда и резонный вопрос от единственного депутата палаты, пришедшего на заседание в маске. Нам не будет стыдно за сегодняшний день? Сергей Шукович, не знаю как вам, нам точно не будет. А вот многим беларусам уже стыдно, что над нами смеется весь мир. Ведь люди не только сами сходят с ума из-за самоизоляции. Но и наблюдают за сошедшим с ума Лукашенко. Лидер Беларусь уже не афирмат, что он траттор отравляет на кэмп и ввод. Посещать сауну и выпивать пару рюмок водки 2-3 раза в неделю. Александр Лукашенко стал монополистом, который забезпечивает планету трьома дефицитными товарами. Футболом, хоккеем та бесперервно генерованным трешем на тему коронавируса. Пока мир смеется над нами, беларусские гость СМИ всерьез считают, что некоторые страны пошли на послабление карантинных мер, по примеру Беларуси. Вот и получается, что мировые лидеры, хоть и пока не поголовно, но уже начали приходить к решениям, которые Александр Лукашенко принял в самом начале распространения коронавируса. И был единственным. И уже готовят новые фейки. И не дай бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили, вчера вы нам эту программу развернули. И то, что я вам поручил. Но если на американских, португальских и испанских каналах просто цитируют нелепые высказывания Лукашенко, то в Германии его уже напрямую называют идиотом. Ну а кто, как не идиот, будет сначала отправлять Китаю несколько самолетов гуманитарной помощи, а потом сам просить поддержки? Около часа назад в нашу страну из КНР доставили гуманитарный груз. Кто, как не идиот, будет заявлять о вспышке коронавируса в России? Ну нам надо бояться, чтобы огромная Россия не завирусила нашу Беларусь. Не все в СМИ давали, у них тяжелая ситуация. Ну так нам надо бояться этой ситуации. А потом ждать россиян, которые приедут сюда на каникулы. Мы вот сейчас выходные эти, куда россияне поедут? Они привыкли к нам больше всего ехать. Конечно, приедут к нам, в гостиницах будут жить, агроусадьбу. И слава богу, они же приедут с деньгами. И куда им деваться? Мы не должны от них закрываться. Слава богу, россияне с деньгами сюда так и не доехали. Даже их власти оказались куда умнее, введя строгий карантин и объявив нерабочим целый месяц. Подчеркну с сохранением заработниками их заработной платы. Для белорусской же экономики такие меры означали бы практически моментальный крах. За 26 лет стабильности почему-то так и не удалось накопить резервов или хотя бы присоединиться к Союзу Успешных Стран. Что будет с нами? У России есть нефть, газ. В Америке печатный станок. Ну хрен с ними, с тем, что инфляция пойдет. Где окажемся мы со своим рублем? В жопе. А потому проще заставить людей поверить в конспирологические теории о рукотворности вируса, о жидомасонах и мировом заговоре. Вот когда закончится коронавирус этого, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Коронавирус – это рукотворная инфекция? Или случайно из воздуха она появилась? Я вам много чего интересного расскажу. Представь себе рычаг. Если ты его дернешь, половина населения Земли погибнет. А если нет, через сто лет люди исчезнут как вид. Очень много. Ты – последняя надежда человечества. Я проложил тебе тропу. Путь будет трудным. И в конце тебя ждет ад. Зобрист. Американский миллиардер? Он считал, кто-то должен сделать первый шаг. Он оставил мне карту. Это какой-то пазл? Ищите и обречете. Он создал вирус. Вирус заинтересует спецслужбы. И они пойдут на все. Без профессора Лангтона нам не найти вирус. Верить нельзя никому. На кону жизни людей. Я хочу быть на правильной стороне. Берем его. Время пришло. Сегодня мы возродимся. Инферно. Коронавирус – это рукотворная инфекция? А поскольку официальная государственная тактика просто переболеть, то и белорусы, как законопослушные граждане, вот даже руки держат так, как Лукашенко, ринулись выполнять задания. Если люди будут соблюдать все, что им говорит президент, то значит и будут все живы и здоровы. Одни калечатся водкой. По указу, это ты по указу Лукашенки продезинфицировался? 150 грамм от коронавируса. Наливай. Не-не-не, я же не пью. У других шашлычок на Минском море. Как вам такой коронавирус в Беларуси? Это просто капец. Новая весенняя коллекция на рынке в Ждановичах. Поддержка малого бизнеса бабушек у метро и выгуливание детей на площадках. Студенты изолированных общежитий сбегают через окно. Видимо, не могут жить без субботников, которые продолжаются по всей стране. А к субботнику готовы? Улица вышла на этот субботник. Каждый, кто в балке, тот суперработник. Мусор сложили мешками ряды. Все мы сегодня бойцы чистоты. Субботнику готовы. Мы без масок. Не страшно заразиться? Я ем имбирь каждые три часа. И как он помогает? Не знаю. Говорят, помогает. Укрепляет организм. Новый психоз. Чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога. Хватает чеснока и этой цибули. А имбирь, это чужая или лимон, это не наша пища. Президент сказал, что надо спортом заниматься. Хоккеем и прочее-прочее. И 150 грамм. И 150 грамм бодочки и сальце кусочек. Как думаете, помогает? Что помогает? 150 грамм и хоккеем. Думаю, что да. Как думаете, нормально ли то, что сейчас люди вот так вот собираются толпами? Думаю, что нет. А чего ж вы тоже пришли в эпицентр? А, я сюда вышел встретить друга и мы уходим. Это нормально. Считайте, что люди, у которых ослаблен иммунитет, они умирают и под воздействием коронавируса. Ну да, это же как в природе, выживая сильнейшая. Сами не боитесь заразиться? Нет. Я переболел, не боюсь. Если Бог даст, то ты выживешь. Если не даст, то тебя ничего не спасет. Обратите внимание на задний план. Ни масок, ни защиты. Вот такое вот скопление людей в разгар эпидемии в Беларуси. Люди, это как-то безответственность. Идите дома, самоизолируйтесь. Для вашего же блага. Ведь статистика вещь упрямая. Уже более 30 только официальных смертей. Хотя до пика еще далеко. И, исходя из некоторых расчетов, при нынешних темпах роста заболеваемости, уже к концу апреля инфицированных может быть от 5 тысяч в лучшем до 150 тысяч в худшем случае. Ух ты ж, боже мой. Видя у себя во дворе бокс для транспортировки пациентов, люди хоть немного задумываются. Если здесь был контактный, значит где-то недалеко и сам вирус. Это жесть. Скорая приехала второй раз, заденем все в костюмах. Чтобы не допустить паники, медикам было приказано по возможности транспортировать пациентов ночью. Однако такой подход, если не вызывает еще большую, то как минимум точно не способствует снижению паники. Людям не хватает официальной информации. Через вайберчаты распространяются панические и не всегда достоверные сообщения. Все машины, которые скорые, получается, которые у нас есть вообще в Гомеле, их все под коронавирусников делают. А их все кислородные болоны устанавливают. Со вторника на среду в Витебске погибло 60 человек за ночь, за одну ночь. Ситуация вышла из-под контроля. Сказали, результат будет через 4 дня. Спустя 3 дня им объявили, что анализы заморожены и тесты невозможно сделать. Что подтверждается о том, что у нас тестов вообще нету и никто их не тестирует, этих людей. Врачи подписали эту подписку о неразглашении информации. Люди валятся, вон и молодые, разных возрастов. Доктор-травматолог в реанимации у нас. Один на аппарате Л-Тяжелый. Короче, просто жесть. Поэтому сидите уже там у хати. Некоторым врачам даже временно заблокировали аккаунты. Нелестно отзываются люди и о самом Лукашенко. Кричала криком, что сука не объявляет карантин. Сказала, что мы все смертники. И это перед выборами-то. Поэтому нужно делать хоть что-то, чтобы сохранить лицо. Получается немного нелепо. В Минске начали мыть асфальт и остановки. Раньше такое бывало разве что лишь перед приездом Лукашенко. На предприятиях проводится дезинфекция. Магазины пытаются напоминать людям о дистанции. А столица и многие регионы приняли осторожные планы мер по профилактике распространения вируса. Карантин для слабаков. Поэтому ледовая арена в Шклове, например, закрылась по техническим причинам. А вот хоккейное первенство для юниоров отменили официально. Холодильник не лечит. Каникулы для школьников продлили уже дважды. Хотя раньше это считалось бессмысленным. Каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред. Они поедут к бабушке, к дедушке и прочее. А зона риска – старики. В острые периоды, если нет необходимости, нельзя жизнь людей менять. Пусть они вот ходят, работают, встречаются в этой компании. Поэтому по большей части люди самоорганизуются. Думающая часть населения старается избегать ненужных контактов, использовать антисептики и защитные маски. И, конечно же, тщательно мыть руки. Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Руки мыть нужно каждый день. Руки мыть, руки мыть, даже если в день. Сегодня уже моют почти каждый день. Уже у некоторых кожа облезла, как у народа кажется. С руками понятно, а вот как сохранить лицо Лукашенко еще не придумал. Как выжить в таких обстоятельствах, чтобы вас не пожрали дикие животные в программе «Сдохни или умри»? Чтобы казаться хоть чуть-чуть умнее, недавно впервые на публике надел очки. Правда, вирус так и не разглядел. Тут варианта два. Ну а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? А второе, если Лукашенко не замечает вирусов, то может он сам вирус? Я носитель этого хорошего вируса Великой Отечественной войны. Ну с этим уж точно не поспоришь. Однако, как и у любого вируса, задача максимум – убить как можно больше. И уже не только в моральном и экономическом плане. Иногда мне кажется, что Лукашенко как будто специально стряпает геноцид белорусского народа. Он сначала людям рекомендует лечиться водкой, которая ослабляет иммунитет. Отправляет людей играть в хоккей вместо сидения дома. Хотя вирус этого не боится, а даже по факту любит. Одна из лучших температур для него – плюс 4 градуса по Цельсию. А ведь действительно, пенсионная система – единственная, кто от коронавируса, наоборот, лишь вздохнет полной грудью. Впрочем, иногда Лукашенко прав. В мире есть пример, когда ледовые дворцы помогали в борьбе с коронавирусом. Так, в Мадриде ледовый дворец временно переоборудовали в морг. В Беларуси же на хоккей сгоняют пока еще живых. Наблюдать, как же непредсказуемо команда Лукашенко уже в 11-й раз становится победителем республиканского турнира среди любителей хоккея. Колхозный бой ведет бредовая дружина. Коронавирус не шагает по стране. В хоккей играют жесточайшие мужчины. Труп не играет в хоккей. А труп не играет в хоккей. Интересно, что турнир на призы президентского спортивного клуба, которым руководит Дима Лукашенко. А призы, как правило, вручает вице-президент национального олимпийского комитета Витя Лукашенко. Словом, вся семейка в сборе. А вот Коляну пока доверяют лишь игрушки разбрасывать. Как в хоккее Лукашенко бьет своих, чтобы чужие боялись, так и в жизни. Вместо поддержки частного бизнеса во время кризиса, усугубленного эпидемией, колхозник советует бизнесменам хорошенько порыться в карманах и жесточайше запрещают увольнять людей. Хоть одна частная компания, мелкая, большая, выкинет на улицу, уволит сейчас людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси. Пускай в карманах у себя, в сейфах пороется. Но что можно найти в давно дырявом кармане, недоумевают частники. Это вот моя заточка инструмента. Клиентов нету, и их уже нету целую неделю. Как я буду платить налоги, ФСЗН, за аренду и все остальное, я не знаю. А штрафы за это я обязательно получу. Уже я даже не говорю про то, что еще и семью надо кормить каким-то образом. Крайне наивно, однако, полагаться на поддержку от государства, которое 26 лет поддерживало лишь своих. Как стало известно недавно, пресс-секретутка Лукашенко приобрела апартаменты в элитном столичном комплексе Олимпик Парк за 167 тысяч долларов. Там же появилась квартира и у Дашки Шмана, и начальницы службы протокола Лукашенко, которая носит за ним чемодан и сдувает со столов пылинки и раскладывает позолоченные ручки. Дарить подарки Лукашенко очень любит. Дима, наградите. Да, есть в Беларуси люди, которым никакие экономические пертурбации не страшны. У корыта ведь не замечаешь, как где-то там сокращаются золотовалютные резервы страны. А они сокращаются. За один только март на миллиард долларов. Доллар растет, люди скупают валюту. Это около 900 миллионов долларов. И вот для того, чтобы удовлетворить вот этот чистый спрос, на это во многом и ушли резервы Национального банка. Предприятия одно за одним терпят колоссальные убытки из-за своей нерентабельности, вызванной недальновидностью руководства страны. А казна пустеют на глазах. Экономика была в рецессии с начала года, еще до коронавируса. Нефтяная война с Россией и падение спроса на колейные удобрения обрушили наш экспорт почти на 15% в январе и феврале. Рубль девальвировался больше, чем на 20% с начала года. Россия уже не дает кредитов. Приходится срочно просить в долг у МВФ, чтобы рассчитаться по тем займам, которые мы набрали раньше. Выборы все ближе, недовольство людей растет. Гнать козла, гнать козла, сломал жизнь. Таракана. До нищеты довел людей, слезы людские. А что Лукашенко? Лукашенко рассказывает про своего петуха, которого он взял с собой в город после того, как стал президентом. У меня с петухом, своим целая история была. Я стал президентом из деревни, где я когда-то жил, дети оставались. Я с собой забрал петуха. Пока подстилки и прихлебатели пытаются робко парировать, защищая абсурдную позицию кормчего. Пока никто, я имею в виду оппонентов, почему-то не ответил. Когда все будут сидеть дома, кто же будет доить коров? Лукашенко продолжает управлять страной на удаленке от реальности. И даже ставит какие-то нелепые задачи. С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам ее надо потреблять и больше потреблять электрической энергией. Построить АЭС за 10 миллиардов долларов российского кредита, чтобы избавиться от зависимости по газу от России. Насколько это гениально, решайте сами. Что же касается нефти, то импорт дифференцировали-дифференцировали, но в итоге все равно у России по 30 долларов за тонну купили. Для сравнения, в январе братья поставляли нам ее по 349 уе. Цены на нефть упали во всем мире из-за коронавируса. И во всем мире снижается стоимость автомобильного топлива. В Беларуси тоже. На одну копейку. О белорусском трэше более подробно мы будем рассказывать в следующих выпусках. Уже в ближайшее время, ну и новостей будет еще больше. Подписывайтесь на канал и присылайте свои интересные материалы нам в Телеграм. Ведь нельзя забывать, что в Беларуси есть и другое, куда более страшное, чем COVID-19 вирус. Это Луковид-94. Вот уже 26 лет он передается вещательно-зомбирующим путем из каждого ящика, воздействуя не только на подсознание, но и на морально-финансовое состояние людей. Правда, в последнее время все свидетельствует о том, что главный хоккеист-эпидемиолог уже совсем скоро доиграется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова